Газ в многоквартирных домах Якутска, отключенный еще осенью из-за устаревшего оборудования, дали, но не во все дома. Как проходит сегодня подключение газа и причины затянувшегося процесса в сюжете Юрия Осипова. Дом по улице Курашова, как и прочие, был отключен от газа осенью. Бригада газовиков заменила устаревшие элементы как в подъезде, так и в квартире. При первой попытке запуска обнаружена утечка газа. Как выяснилось, она произошла в подъезде. Газ в этом доме отключили еще в ноябре прошлого года. И вот спустя почти 4 месяца после прохождения диагностики и замены устаревшего оборудования, его подключили вновь. Всего по Якутску в прошлом году газ был отключен в 23 многоквартирных домах. Из них полностью проверено и начато подключение в 16. Могли бы больше, но не все собственники вовремя допускают специалистов в свои квартиры. Газ все-таки опасный. Все-таки в свое время надо менять газовое оборудование, краны, шланги и тому подобное. И вентиляция должна быть хорошая, должна работать. В этом подъезде газ сегодня подключили в половине квартир. Оставшаяся часть либо не получила положительное заключение, либо не предоставила доступ для проверки оборудования. Газ отключили, так типа неожиданно все это произошло, не согласовав, там были такие заявления. Но я считаю, что правильно, по сути, газ должны были давно уже отключить нам и проверить всю эту диагностику. Я думаю, как газовщики говорят, так и надо делать. Без газа сейчас в Якутске еще 9 многоквартирных домов. В большей степени вопрос о подключении зависит от самих собственников, так как финансовые затраты на диагностику газового оборудования по закону возлагаются на жильцов. Стоит это 3,5 тысячи рублей, но эта сумма несоизмерима с той опасностью, которую таит эксплуатация неисправного оборудования. Юрий Осипов, Владимир Павлов, НВК САХА, Якутск. Юрий Осипов, Владимир Павлов, НВК САХА, Якутск.